В Иванове проходит 5-й областной конкурс юных химиков. В ИГХТУ собралось около сотни учеников и педагогов. Самым юным исследователям 6-7 лет. Ребята презентовали свои работы. Исследованиями начинающие ученые занимались в школьных лабораториях. Некоторые ребята представили реферативные работы. Несмотря на то, что мероприятие областное, в Иваново приехали гости из Владимирской области. Там подобные фестивали не проводятся. В этом году у нас впервые 78 участников. Это самый высокий показатель среди всех пяти конкурсов. Поэтому мы будем надеяться, что конкурс войдет в историю нашего университета и в историю школьного образования Ивановской области. Потому что он стал такой хорошей традицией. В этом году у нас принимают участие гости из Владимира, из других областей. И мы будем надеяться, что в дальнейшем он может быть даже станет всероссийским. Темы для исследования ребята брали самые разные. На многих стендах были презентованы результаты химического анализа продуктов питания. Анна Комарова из Гусь-Хрустального задачилась химическими тайнами запаха. Ее заинтересовало, почему некоторые ароматы людям нравятся, а некоторые нет. Люди, как правило, часто различают запахи, но они задумываются о том, от чего тот или иной запах. И вот я, в общем-то, заинтересовалась этой темой. Я считаю, что данная работа очень актуальна в наши дни. Так как мы встречаемся с благовониями везде, как в химической промышленности, так и в быту. Суть моей работы заключается в том, чтобы исследовать различные вещества на наличии тех или иных функциональных групп. Для этого я брала пробы из парфюмерии и из растений. Организатор в конкурсу юных химиков вдохновила одно из исследований. Поэтому в рамках мероприятия была устроена дегустация сгущенного молока. Школьники определяли, какой из образцов самый приятный на вкус. Пока длится конкурс, специалисты вуза исследуют биохимический состав пищевого продукта и поделятся результатами. Итоги анализа будут озвучены на церемонии закрытия областного конкурса.